Здравствуйте, дорогие, любимые наши подписчики! Господь стал нам в последнее время давать много знаков, что желает, чтобы мы, экстрасенсы, больше обращались за помощью к Нему, а не к темным силам. Он видит, что мы с братом очень благодарные и щедрые, что приносим Богам, Духам и Силам большие дары. И потому Господь очень желает теперь, чтобы мы только к Нему обращались за помощью. Мы позавчера выложили ритуал с обращением к Богу о помощи, но не сами читали молитвы, а читал очень хороший человек. Но сегодня Господь дал нам знак, что желает, чтобы мы теперь лично сами читали молитвы к Нему, чтобы экстрасенсы лично сами обращались к Богу, и тогда Он с большей охотой станет помогать нам и нашим подписчикам. Мы с большим уважением исполняем Его волю. И на днях собираемся снова сделать большое пожертвование в Храм Господень. Если Вы желаете присоединиться к нам, то реквизиты в шапке профиля. Но в начале видео хочу показать, что позавчера слилось. А то телефон внезапно отключился, и я не успела Вам показать. Смотрите, какая толстая фигура врага слилась. Целый бегемот. И на бабу похожий, и на мужика. Ваши враги жирные, и вижу, что Вам очень завидуют. Что Вы с красивой фигурой. Они, возможно, и не сильно толстые, но живот огромный. И потому фигура выглядит безобразной. И вижу, что проблема с волосами. Начинают лысеть, а некоторые вижу, что уже лысые. И потому скидывают на Вас свое уродство. И вообще все свои проблемы на Вас скидывают. А у Вас забрали крадниками всю Вашу удачу, счастье и финансы. Не лопнут никак от жадности своей. Вижу, что среди коллег по работе есть такой враг у Вас. Среди знакомых. И среди родственников. А еще одно такое недоразумение. Кому-то вижу в WhatsApp постоянно всякую хрень шлет. Кстати, вижу, что кому-то Вы говорили, что чиститесь. И этот человек Вам сказал, что не занимайся ерундой. Нет никаких порч. А знаете, что обычно те, кто занимается чернохой, говорят, что порч не существует. И очень рьяно об этом говорят. Чтобы отвести от себя подозрения. Имейте всегда это в виду. И наблюдайте за такими людьми. А тем, кто спрашивает, почему я не говорю, что слилось во время чтения молитв. Хочу сказать, что я Вам не раз говорила и объясняла, что чистка идет именно тогда, когда говорят слова очищения. Они просто разглядывают фигуры. Фигуры – это просто константация факта, что на Вас делают враги. Именно какую порчу на Вас делают враги. Но этим Вы не очищаетесь. Да, понимаем, что интересно знать, что слилось, что именно делают враги. Но мне просто жалко время тратить на объяснение фигур. Но я лучше стараюсь это время посвятить очищению. Потому что силы небесные для Вашего очищения ждут именно слов очищения, а не разглядывания фигур. А если просто жечь свечи и говорить, что сливается, это не ритуал. Это просто фаер-шоу. Думаю, объяснила еще раз. И вот еще хочу показать, что показал Господь. Ведь я при Вас жгла свечку над землей, когда сливала через нож кладбищенскую порчу, когда отсекала некропривязки. Да и сама я, когда готовила землю к ритуалу, она была чистенькая, ничего в ней не было. А вот смотрите, что я сегодня обнаружила сверху на этой земле. Я сразу все, что остается после ритуала, не выкидываю, чтобы прошло какое-то время, чтобы ритуал хорошенько утвердился во Вселенной. Вы видите клок какой-то шерсти. Откуда он мог взяться? Обычно таким образом Вселенная показывает порчу через Ваши волосы. Некропривязки к Вам сделали через Ваши волосы. Поспоминайте, где враги могли взять Ваши волосы. Предупреждаю всегда, не оставляйте свой биоматериал нигде, даже у родных. Даже в парикмахерской старайтесь забрать с собой все свои волосы. Порчи делают на все. Вы, наверное, заметили, что у меня нет профессионального маникюра, потому что я брезгую делать профессиональный маникюр, потому что знаю, сколько порчи делается через остатки кожи, ногтей, оставшихся в маникюрном салоне. Сейчас я уже не боюсь всех этих порчей, я умею от них защищаться, но брезгливость осталась. Не могу себя перебороть. Если только со своими пилочками и другими инструментами в салон пойду и с собой потом заберу. Даже все вырванные зубы у стоматологов с собой всегда забирайте. В общем, все-все-все свое нигде не оставляйте. Еще хочу показать чудо от святых. Когда я делала ритуал на легкие роды, я произвольно на зеркало насыпала сахар, чтобы роды были сладкими. И не знаю, заметили вы или нет, что сахар на зеркало лег в виде образа Святой Богородицы. Вот как после этого не верить в Бога? Даже мы, экстрасенсы, много видавшие чудес, постоянно поражаемся божественным чудесам. Итак, ритуал с Божьей помощью от всех-всех-всех видов порчи. Воду сегодня мы будем использовать не простую, а святую. Поэтому в нее мы ничего не будем сыпать. Ни перец, ни соль. Ничего, чтобы не портить ее волшебные свойства. А также у нас будет зеркальный портал, чтобы все вражье зло сразу силой Господа Бога нашего всемогущего и силой всех святых возвращалось назад к врагам. А как только враги посмотрятся в любое зеркало, их зло вообще моментально к ним приклеится. Слушайте внимательно слова. Мы с братом по очереди будем читать молитвы. Силой Господа Бога нашего всемогущего, силой Иисуса Христа, силой Богородицы нашей, силой Святого Киприяна, силой Святого Михаила, силой Святого Гавриила и силой всех-всех-всех-всех святых ангелов и архангелов очищаемся мы и все наши светлые, добрые, безгрешные, без кармических отработок подписчики от всех-всех-всех-всех-всех видов порчи. И все вражье зло, если на то позволяет Господь, ломая, разрушая, обнуляя все вражьи защиты, ключи, замки, отводы, переклады, закольцовки, различные программы, контракты, слова, снимаем с нас все вражье зло и назад к врагам возвращаем. Сейчас же, сию секунду, да будет так. Посмотрите, как ваши враги без конца тушат свечи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради нас святыми Твоими ангелами, молитвами, всепречистой владычицей нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силой честного и животворящего креста, святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных, святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, священномученика Киприяна и мученицы Иустины, святителя Николая, архиепископа Мерликийских чудотворца, святителя Льва и епископа Катанского, святителя Никиты Новгородского, святителя Иоасава Белгородского, святителя Митрофана Воронежского, преподобного Сергия Игумена Родонежского, преподобных Зосима и Саватия Соловецких, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, святых мученицей, веры, надежды, любови и матери их Софии, святого мученика Трифона, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны и всех святых Твоих, помоги нам, недостойным рабам Твоим, имена. Избави нас от всех покушений вражеских, от всякого зла, колдовства, волшебства, чародейства и от дурных людей, да не смогут они причинить нам никакого вреда. Господи, светом Твоего сияния сохрани нас утром и днем, и вечером, и перед сном, и силой благодати Твоей скрой и удали все беззакония, происходящие по наущению дьявола. Если какое-то зло замыслено или сделано, то возврати его лучше в преисподнюю, потому что Твое Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради нас святыми Твоими ангелами, молитвами, Всепречистой Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Креста, святого Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных, святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, священномоченика Киприяна и Мученицы Иустины, святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, святителя Льва и епископа Катанского, святителя Никиты Новгородского, святителя Иоасава Белгородского, святителя Митрофана Воронежского, преподобного Сергия, игумена Родонежского, преподобных Зосима и Саватия Соловецких, преподобного Серафима Саровского, чудотворца святых мученицей, веры, надежды, любови и матери их Софии, святого мученика Трифона, святых и праведных богоотцов, Иоакима и Анны и всех святых твоих, помоги нам, недостойным рабам твоим, имена. Избави нас от всех покушений вражеских, от всякого зла, колдовства, волшебства, чародиста и от дурных людей, да не смогут они причинить нам никакого вреда. Господи, светом твоего сияния сохрани нас утром и днем, и вечером, и перед сном, и силой благодати твоей скрой и удали все беззакония, происходящие по наущению дьявола. Если какое-то зло замыслено или сделано, то возврати его лучше в преисподнюю, потому что твое царство и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него. Не поколеблются стопы его. Нечестивые подсматривают за праведником и ищут умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы, нечестивые ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно угоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет от Господа спасения праведника. Он защита их во время скорби и поможет им Господь и избавит их, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповают. Господи, не в ярости Твоей обличай нас, и не во гневе Твоем наказывай нас, ибо стрелы Твои вонзились в нас, и рука Твоя тяготеет на нас. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него. Не поколеблются стопы его. Нечестивые подсматривают за праведником и ищут умертвить его. Посмотрите, как ваши враги без конца тушат свечи. А посмотрите, как Господь даже в воде не дает свечам тухнуть. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись в пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истремляемы, нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца Грозного, расширявшегося, подобно угоренившемуся многоветвистому дереву, но он прожел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет от Господа спасения праведникам. Он защита их во время скорби и поможет им Господь и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Господи, не в ярости Твоей обличай нас, и не во гневе Твоем наказывай нас, ибо стрелы Твои вонзились в нас, и рука Твоя тяготеет на нас. Посмотрите, дорогие наши подписчики, ведь это чудо, как ярко горит огонь в воде. Враги тушат и тушат без конца свечи, а огонь в воде горит. Это все Господь делает. Господи, как умножились враги наши, многие восстают на нас, многие говорят душе нашей, нет им спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит пред нами, слава наша, и Ты возносишь голову нашу. Глазом своим взываем к Господу, и Он слышит нас со святой горы своей. Ложимся мы, спим и встаем, ибо Господь защищает нас. Не убоимся мы того народа, который со всех сторон ополчился на нас. Восстань, Господи, спаси нас, Боже наш, ибо Ты поражаешь планету всех врагов наших, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения над народом Твоим благословение Твое. О, святые священномученики Киприан и мученица Еустина, внемлите смиренному молению нашему, хотя временную жизнь Вашу мученически за Христа окончили. Но духом от нас не отступили. Всегда заповедям Господним следовать нас научая, и крест свой терпеливо нести нам помогая. Вот дерзновение ко Христу Богу и причисто Его Матери обрели. Поэтому и сейчас будьте молитвенниками и просителями за нас недостойных. Имена. Будьте нам заступниками сильными, да заступничеством Вашим охраняемые, невредимыми от бесов, чародеев и от людей злых останемся, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господь, свет наш и спасение наше, кого нам бояться? Господь, крепость жизни нашей, кого нам страшиться? Если будут наступать на нас злодеи, противники и враги наши, чтобы пожрать плоть нашу, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против нас полк, не убоится сердце наше. Если восстанет на нас война, и тогда будем надеяться, одного просим мы у Господа, того только ищем, чтобы пребывать нам в Доме Господнем во все дни жизни нашей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм, храм Его. Ибо Он укрыл бы нас в скинии Своей, в день бедствия, скрыл бы нас в потаенном месте селения Своего, вознес бы нас на скалу, тогда вознеслась бы голова наша над врагами, окружающими нас, и мы принесли бы в его скинии жертвы словословия, стали бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос наш, которым мы взываем, помилуй нас, и внемли нам. Сердце наше говорит от Тебя, «Ищите лица моего, и мы будем искать лица Твоего, Господи. Не скрой от нас лица Твоего, не отринь в отгневе рабов Твоих. Ты был помощником нашим, не отвергни нас, и не оставь нас, Боже, Спаситель наш, ибо отцы наши и матери наши оставили нас, но Господь примет нас. Научи нас, Господи, пути Твоем, и наставь нас на стезю правды ради врагов наших. Не предавай нас на произвол врагам нашим, ибо восстали на нас свидетели лживые и дышат злобы. Но мы веруем, что увидим благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое, и надейся на Господа». Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господа, и Он исполнит желание сердца Твоего. Придай Господу путь Твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду Твою и справедливость Твою, как полный. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути Своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающая жена Господа наследует землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на Его место и нет Его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижищет на Него зубами своими. Господь же посмеивается во Днем, ибо видит, что приходит день Его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не зложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как туг агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и составился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохраняются они, а беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится. Господи, как умножились враги наши, многие восстают на нас, многие говорят душе нашей, нет им спасения в Боге, но Ты, Господи, щит пред нами, слава наша, и Ты возносишь голову нашу, гласом своим взываем к Господу, и Он слышит нас со святой горы своей. Ложимся мы, спим и встаем, ибо Господь защищает нас. Не убоимся мы того народа, который со всех сторон ополчился на нас. Восстань, Господи, спаси нас, Боже наш, ибо Ты поражаешь вланиту всех врагов наших, сокрушаешь зубы нечестивых, от Господа спасения над народом Твоим благословение Твое. О, святые священномученики Киприан и мученицы Иустина, внемлите смиренному молению нашему, хотя временную жизнь Вашу мученически за Христа окончили, но духом от нас не отступили, всегда заповедям Господним следовать нас научая, и крест свою терпеливо нести нам помогая. Вот дерзновение ко Христу Богу и причисто Его Матери обрели, поэтому и сейчас будьте молитвенниками и просителями за нас недостойных имена. Будьте нам заступниками сильными, да заступничеством Вашим охраняемые, невредимыми от бесов, чародеев и от людей злых останемся, прославляя Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господь, Свет наш и спасение наше, кого нам бояться? Господь, крепость жизни нашей, кого нам страшиться? Если будут наступать на нас злодеи, противники и враги наши, чтобы пожрать плоть нашу, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против нас полк, не убоится сердце наше, если восстанет на нас война, и тогда будем надеяться. Одного просим Господа, того только ищем, чтобы пребывать нам в доме Господнем во все дни жизни нашей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм, храм его. Ибо он укрыл бы нас в скине своей в день бедствия, скрыл бы нас в потаенном месте селения своего, вознес бы нас на скалу. Тогда вознеслась бы голова наша над врагами, окружающими нас, и мы принесли бы в его скине жертвы словословия. Стали бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос наш, которым мы взываем, помилуй нас, и внемли нам. Сердце наше говорит от тебя, ищите лица моего, и мы будем искать лица твоего, Господи, не скрой от нас лица твоего, не отринь в отгневе рабов твоих, ты был помощником нашим, не отвергни нас, и не оставь нас, Боже, спаситель наш, ибо отцы наши, и матери наши оставили нас, но Господь примет нас, научи нас, Господи, пути твоему, и наставь нас на стезю правды ради врагов наших, не предавая нас на произвол врагам нашим, ибо восстали на нас свидетели ложивые, и дышат злобой, но мы веруем, что увидим благость Господа на земле живых, надейся на Господа, мужайся, и доукрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззакония, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господа, и Он исполнит желание сердца твоего, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй, успевающему в пути своем, человеку лукавствующему, перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю, еще немного и не станет нечестивого, посмотришь на его место и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижищет на Него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милуют и дают, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, его Господь поддерживает его за руку. «Я был молод и составился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, и Бог любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохраняются они, а беззаконные будут извешены, и потомство нечестивых истребится». Это правда чудо. Вы посмотрите, горит и горит и горит и горит огонь в воде. Вы посмотрите, и не тухнет нисколько. Горит и горит и горит. Нет целого места в плоти нашей от гнева Твоего. Нет мира в костях наших от грехов наших. Ибо беззакония наши превысили голову нашу, как тяжелое бремя отяготели на нас. Смердят, гноятся раны наши от безумия нашего. Мы согбены и совсем поникли, весь день сетуя ходим, ибо чресла наши полны воспалениями, и нет целого места в плоти нашей. Мы изнемогли и сокрушены чрезмерно. Кричим от терзания сердца нашего. Господи, при Тобое все желания наши и воздыхание наше не сокрыто от Тебя. Сердце наше трепещет, оставила нас сила наша и свет очей наших. Итого нет у нас. Друзья наши искренне отступили от язвы нашей и ближние наши стоят вдали. Ищущие же души наши ставят сети и желающие нам зла говорят о погибели нашей и замышляют всякий день козни. А мы как глухие не слышим и как немые, которые не открывают уст своих. И стали мы как люди, которые не слышат и не имеют в устах своих ответа. Ибо на Тебя Господи уповая мы, ты услышишь Господи Божий наш. И мы сказали, да не восторжествуют над нами враги наши. Когда колеблются ноги наши, они величаются над нами. Мы близки к падению и скорбь наша всегда пред нами. Беззаконие наше мы сознаем, сокрушаемся грехи наши, а враги наши живут и укрепляются и умножаются ненавидящие нас безвинно и воздающие нам злом за добро враждуют против нас за то, что мы следуем добру. Не оставь нас, Господи Божий наш, не удаляйся от нас, поспеши на помощь нам, Господи, спаситель наш. О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, просящих Твоей защиты, сохрани нас, рабов Божьих, имена. От всех видимых и невидимых врагов наиболее же утверди против страха смертного и от возмущения дьявольского и сподоби нас неукоризненно предстать перед Создателем нашим в час страшного и праведного суда его. О, всесвятый и великий Михаил Архистратик, не оставь без внимания нас, грешных, молящихся Тебе о помощи и заступничестве Твоем в жизни настоящей и будущей, но сподоби нас там вместе с Тобой прославлять Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Нет целого места в плоти нашей от гнива Твоего. Нет мира в костях наших от грехов наших, ибо беззакония наши превысили голову нашу, как тяжелое бремя отяготили на нас, смердят, гноятся раны наши от безумия нашего. Мы согбены и совсем поникли, весь день сетую ходим, ибо чресла наши полны воспалениями, и нет целого места в плоти нашей. Мы изнемогли и сокрушены чрезмерно. Кричим от терзания сердца нашего. Господи, при Тобое все желания наши и воздыхания наши не сокрыто от Тебя. Сердце наше трепещет, оставила нас сила наша и свет и светочей наших. Итого нет у нас. Друзья наши искренне отступили от язвы нашей, и ближние наши стоят вдали. Ищущие же души наши ставят сети, и желающие нам зла говорят о погибели нашей, и замышляют всякий день козни, а мы как глухие не слышим, и как немые, которые не открывают уст своих. И стали мы как люди, которые не слышат и не имеют в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповая мы, Ты услышишь, Господи Боже наш. И мы сказали, да не восторжествуют над нами враги наши, когда уколеблются ноги наши, они величаются над нами. Мы близки к падению, и скорбь наша всегда пред нами. Беззаконие наше мы сознаем, закрушаемся грехи наши, а враги наши живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие нас безринно, и воздающие нам злом за добро враждуют против нас за то, что мы следуем добру. Не оставь нас, Господи Боже наш, не удаляйся от нас, поспеши на помощь нам, Господи, спаситель наш. О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, просящих Твоей защиты, сохрани нас, рабов Божьих, имена от всех видимых и невидимых врагов, наиболее же утверди против страха смертного и от возмущения дьявольского, и сподоби нас неукоризненно предстать перед Создателем нашим в час страшного и праведного суда его. О, все святый и великий Михаил Архистратик, не оставь без внимания нас, грешных, молящихся Тебе о помощи и заступничестве Твоем в жизни настоящей и будущей, но сподоби нас там вместе с Тобой прославлять Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Боже, именем Твоим спаси нас и силою Твоей суди нас. Боже, услышь молитву нашу, внемли словам уст наших, ибо чужие восстали на нас, и сильные ищут души наши, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник наш, Господь подкрепляет душу нашу, Он воздаст за зло врагам нашим, истинною Твоею истреби их, мы усердно принесем Тебе жертву, прославим имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил нас от всех бед, и на врагов наших смотрело око наше. Избавь нас от врагов наших, Боже наш, защити нас от восстающих на нас, избавь нас от делающих беззакония, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу нашу, собираются на нас сильные, и не за преступления наши, и не за грех наш, Господи, без вины наши избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь нам и возри, Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников, вечером возвращаются они, воют как псы и ходят вокруг города, вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит, но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы, сила у них, но мы к Тебе прибегаем, ибо Бог заступник наш, Бог наш, милующий нас, предварит нас, Бог даст нам смотреть на врагов наших, не умерщвляй их, чтобы не забыл народ наш, расточи их силою Твоею и не зложи их, Господи, защитник наш, слово языка их есть грех устых, да уловятся они в гордости своей, заклятву и ложь, которую произносят, расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и допознают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли, пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи, а мы будем воспевать силу Твою, с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был нам защитой и убежищем в день бедствия нашего, сила наша, Тебя будем воспевать мы, ибо Бог заступник наш, Бог наш, милующий нас. Боже, именем Твоим спаси нас, и силою Твоей суди нас, Боже, услышь молитву нашу, внемли словам уст наших, ибо чужие восстали на нас, и сильные ищут души наши, они не имеют Бога пред собою, вот Бог помощник наш, Господь подкрепляет душу нашу, Он воздаст за здоров врагам нашим, истинную Твою истреби их, мы усердно принесем Тебе жертву, прославим имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил нас от всех бед, и на врагов наших смотрело око наше, избавь нас от врагов наших, Боже наш, защити нас от восстающих на нас, избавь нас от делающих беззакония, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу нашу, собираются на нас сильные, и не за преступления наши, и не за грех наш, Господи, без вины наши избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь нам и возри, Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых, беззаконников, вечером возвращаются они, воют как псы, и ходят вокруг города, вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит, но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы, сила у них, но мы к Тебе прибегаем, ибо Бог заступник наш, Бог наш, милующий нас, предварит нас, Бог даст нам смотреть на врагов наших, не умиршляй их, чтобы не забыл народ наш, расточи их силою Твоею и не сложи их, Господи, защитник наш, слово языка их есть грех устых, да умовятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят, расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом, до пределов земли, пусть возвращаются вечером, воют как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи, а мы будем воспевать силу Твою, с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был нам защитой и убежищем, в день бедствия нашего, сила наша, Тебя будем воспевать мы, ибо Бог заступник наш, Бог наш, милующий нас. Услышь, Боже, голос наш в молитве нашей, сохрани жизнь нашу от страха врага, укрой нас от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрили язык свой, как меч, напрягли лук свой, извительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного, они внезапно стреляют в него и не боятся, они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца, но поразит их Бог стрелою, внезапно они будут уязвлены, языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них и убоятся все человеки и возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело, а праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него и похваляться все правые сердца. Услышь, Боже, голос наш в молитве нашей, сохрани жизнь нашу от страха врага, укрой нас от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрели язык свой как меч, напрягли лук свой, извительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного, они внезапно стреляют в него и не боятся, они утвердились взлом намерения, совещались вскрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца, но поразит их Бог стрелою, внезапно они будут уязвлены, языком своим они поразят самих себя, всевидящие их удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело, а праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на него, и похваляться все правые сердца. Да восстанет Бог, и расточатся враги его, да бегут от лица его, ненавидящие его, как рассеивается дым, ты рассеи их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени имя ему Господь, и радуйтесь пред лицом его, отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище, Бог одиноких вводит в дом, освобождая тузников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда ты выходил пред народом твоим, когда ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева, обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало труда, ты подкреплял его, народ твой обитал там, по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного, Господь даст слово, провозвестниц великое множество, цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома, делят добычу, расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом, когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на сел моне, гора Божия, гора васанская, гора высокая, гора васанская, чтобы вы зависливо смотрите гору высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на синае во святилище, ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человека, так, чтобы из их противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день, Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас, Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа вседержите врата смерти, но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал, от вас сана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой, в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего, во святыни, впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами, в собрание благословите Бога, Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Заволоновы, князья Нефалимовы, Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас, ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары, укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра, рассыпь народы, желающие брани, придут вельможи из Египта, и Филопия прострет руки свои к Богу, царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах, небес от века, вот он дает глазу своему глаз силы, воздайте славу Богу, величие его над Израилем и могущество его на облаках. Страшен ты, Боже, в освятилище твоем, Бог Израилев, он дает силу и крепость народу своему, благословен Бог. Да восстанет Бог и расточатся враги его, да бегут от лица его, ненавидящие его, как рассеивается дым, ты рассеи их, как тает возд от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени его, превозносите шествующего на небесах, имя ему Господь, и радуйтесь пред лицом его, отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище, Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, они покорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда ты выходил пред народом твоим, когда ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева, обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало труда, ты подкреплял его, народ твой обитал там, по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного, Господь даст слово, провозвестниц великое множество, цари воинству бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу, расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом, когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на селмоне, гора Божия, гора Вассанская, гора высокая, гора Вассанская, чтобы вы завистливо смотрите гору высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно, колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч среди их Господь носиная во святилище, ты вошел на высоту, принял плен, принял дары для человека, так, чтобы из их противящихся могли обитать у Господа Бога, благословен Господь всякий день, Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас, Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа вседержитие, врата смерти, но Бог закрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснел в своих беззакониях. Господь сказал, от вас она возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы, твои язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего, во святыни, впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами, в собрание благословите Бога Господа, вы от семени Израилева, там Вениамин младший, князь их, князья Иодины, владыки их, князья Заволоновы, князья Нефалимовы, Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас, ради храма твоего в Иерусалиме, цари принесут тебе дары, укроти зверя в тростнике, стадо валу среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра, рассыпь народы, желающие брани, придут вельможи из Египта, и Филопия прострет руки свои к Богу, царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах, небес от века, вот он дает глазу своему глаз силы, воздайте славу Богу, величие его над Израилем, и могущество его на облаках, страшен ты, Боже, в освятилище твоем, Бог Израилев, он дает силу и крепость народу своему, благословен Бог. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради нас святыми твоими ангелами, молитвами, всепречистой владычицы нашей Богородицы и преснодевы Марии, силой честного и животворящего креста, святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных, святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, священомученика Киприяна и мученицы Иустины, святителя Николая архиепископа Мирликийских чудотворца, святителя Льва и епископа Катанского, святителя Никиты Новгородского, святителя Иоасава Белгородского, святителя Митрофана Воронежского, преподобного Сергия Игумена Родонежского, преподобных Зосима и Саватия Соловецких, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, святых мученицей веры, надежды, любови и матери их Софии, святого мученика Трифона, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, и всех святых Твоих, помоги нам, недостойным рабам Твоим, имена. Избави нас от всех покушений вражеских, от всякого зла, колдовства, волшебства, чародейства и от дурных людей, да не смогут они причинить нам никакого вреда. Господи, светом Твоего сияния, сохрани нас утром и днем, и вечером, и перед сном, и силой благодати Твоей скрой, и удали все беззакония, происходящие по наущению дьявола. Если какое-то зло замыслено или сделано, то возврати его лучше в преисподнюю, потому что Твое Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради нас святыми Твоими ангелами, молитвами, Всепречистой Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, Силою Честного и Животворящего Креста, Святого Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных, Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Священномоченика Киприяна и Мученицы Иустины, Святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, Святителя Льва и епископа Катанского, Святителя Никиты Новгородского, Святителя Иоасава Белгородского, Святителя Митрофана Воронежского, Преподобного Сергия Игумена Родонежского, Преподобных Зосима и Саватия Соловецких, Преподобного Серафима Саровского, Чудотворца, святых мученицей, Вера, Надежда, Любови и Матери Иксофии, Святого Мученика Трифона, Святых и Праведных Богоотцов, Иоакима и Анны и всех святых Твоих, Помоги нам, недостойным рабам Твоим, имена. Избави нас от всех покушений вражеских, От всякого зла, колдовства, волшебства, Чародейства и от дурных людей, Да не смогут они причинить нам никакого вреда. Господи, светом Твоего сияния Сохрани нас утром и днем, И вечером и перед сном, И силой благодати Твоей скрой и удали все беззакония, Происходящие по наущению дьявола. Если какое-то зло замыслено или сделано, То возврати его лучше в преисподнюю, Потому что Твое Царство и силы и слава Отца и Сына И Святаго Духа. Аминь. Господи, как умножились враги наши, Многие восстают на нас, Многие говорят душе нашей, Нет им спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит пред нами, Слава наша, и Ты возносишь голову нашу. Глазом своим взываем к Господу, И Он слышит нас со святой горы своей. Ложимся мы, спим и встаем, Ибо Господь защищает нас. Не убоимся мы того народа, Который со всех сторон ополчился на нас. Восстань, Господи, спаси нас, Боже наш, Ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов наших, Сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения над народом Твоим благословение Твое. О, святые священномученики Киприан и мученица Иустина, Внемлите смиренному молению нашему, Хотя временную жизнь Вашу мученически за Христа окончили, Но духом от нас не отступили, Всегда заповедям Господним следовать нас научая. И снова посмотрите, дорогие наши подписчики, Толстая, жирная фигура врага. Посмотрите, вот как это вот, Разве это не чудо? Снова показывает толстого, жирного врага. Вот посмотрите. Да тут, здесь вообще, посмотрите, сколько много всего. Здесь очень-очень много лиц. Вот приглядитесь. Может, кого-то узнаете из своих врагов. Посмотрите. Но самый главный враг – это вот какое-то восторствие. Посмотрите, сколько лиц. Здесь и длинноносые. Посмотрите, сколько длинноносых лиц. Морд врагов. Здесь, посмотрите, и бабенцы, и мужики, И всякие-всякие разные. Море лиц. И петли, посмотрите. И петли. А, кстати, вы видели, там, когда жглась свеча, Петля выливалась сколько раз. Фитиль свечи был в виде петли. Много-много раз показывал Господь петлю, Что делают вам порчу на самоубийство. Заметили, нет? Петля была из фитиля свечи. И вот здесь, вот посмотрите, сколько тоже петли, петли, петли. И узлы. Здесь и соборная магия, опять же, показывает Господь, Что в церкви жгли свечи за упокой. Посмотрите, тут чего только нет. Кладбищенская, тут некропривязки, посмотрите. Тут и рожи разных чертей, непонятных, бесов. Посмотрите. Те, кто желает сделать пожертвования, Но нет возможности, Просьба смотреть наши все ритуалы, Без пропуска рекламы. Если какой-то определенный ритуал, Желаете смотреть с пропуском реклам, Тогда включайте наш плейлист ритуалов. И можете их не смотреть, Но пусть они крутятся с рекламой. И одновременно, Наши ритуалы будут очищать вас, И пространство вокруг вас. И одновременно будет хоть какая-то копеечка На пожертвования в храм капать. Очень мало, конечно, платят за рекламу. Один доллар за тысячу просмотров. Но хоть так. Спасибо вам, наши дорогие подписчики. Сожгем сейчас все эти порчи церковными свечами. Господи, как умножились враги наши, Многие восстают на нас, Многие говорят душе нашей, Нет им спасения в Боге. Но ты, Господи, щит пред нами, Слава наша, И ты возносишь голову нашу. Глазом своим взываем к Господу, И Он слышит нас со святой горы своей. Ложимся мы, спим и встаем, Ибо Господь защищает нас. Не убоимся мы того народа, Который со всех сторон ополчился на нас. Восстань, Господи, спаси нас, Боже наш, Ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов наших, Сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения над народом Твоим благословение Твое. О, святые священномученики Киприан и мученицы Иустина, Внимлите смиренному молению нашему, Хотя временную жизнь вашу мученически за Христа окончили, Но духом от нас не отступили. Всегда заповедям Господним следовать нас научаясь, И крест свою терпеливо нести нам помогая. Вот дерзновения ко Христу Богу и причисто Его Матери обрели. Поэтому и сейчас будьте молитвенниками и просителями за нас недостойных имена. Будьте нам заступниками сильными, Да заступничеством вашим охраняемые, Невредимыми от бесов, чародеев. Посмотрите, дорогие наши подписчики, Ритуал уже был закончен, Уже прошло около часа, И свеча, как в воде горела, Так до сих пор и горит. Посмотрите, Что за чудо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова